Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня возвращаемся к плану Фикс. Количество лайков, если сравнивать с другими видео говорит, что продолжать нужно. И сегодня поговорим о совместной работе с программой, тем более, что для этого она собственно и создавалась. Я думаю, что единственный человек в мире, который установил план Фикс для себя, это я. Исправим. Сотрудники добавляются в закладки компания, что логично и их можно сортировать по группам. Нет, нельзя. По окончании триала я перешел на бесплатный тариф и тут нет групп. Немного печально, но не смертельно. Ладно, обойдемся без групп. Для небольшой компании это несущественно. Новый сотрудник и заполняйте поля. На самом деле тут достаточно указать имя и адрес электронной почты. Даже правильнее сделать так, поскольку остальное уже должен будет заполнить сотрудник. Все-таки это личная информация. Хотя вот это надо назначить вам, то есть администратору. Раздача прав. А вот это хорошо. Робот. Я бы всех сотрудников объявлял роботами. Ну и должность надо бы прописать. Так как должностей пока нет, добавим. Тут на самом деле есть еще поля и они важны в связи с раздачей прав, но пока остановимся на этом. Часовой пояс тут Минск по умолчанию, но мы с ними в одном часовом поясе. Так что можно не менять. Все. Создали сотрудника, который пока ни разу не заходил, потому что его нет. Ну то есть он есть, но его нет в системе. Ему на имейл придет письмо. Здравствуйте, другой Владимир. Я говорил, что при заполнении самое главное имя. Он подтянул информацию из первого поля. Так, ну человеку соответственно надо зарегистрироваться в системе. Он пройдет все шаги, которые мы прошли в предыдущем видео. И после этого у нас появляется новый сотрудник. У него нет задач, но уже есть проекты. То есть он уже видит все, что есть в системе. Точнее не так. Тут он видит только название проектов. Задач тут нет, поскольку он пока ни в чем не участвует. Видите, тут только один активный проект. Тот, что по умолчанию. В нем он участвует. То есть сотрудник не может видеть задачи по проектам, в которых он не участвует. И если он даже участвует в каком-то проекте, то не может видеть задачи, назначенные другим сотрудникам. Сейчас покажу, что я имею в виду. Аватарку только поставлю себе. Вот тут кстати меняются личные данные. Итак, ну вот с аватаркой гораздо красивее. Переходим в проекты. Кстати, подробнее о работе с задачами и проектами я буду рассказывать в следующем видео. А сейчас исключительно о правах. Вот мы создаем новый проект и назначаем в него участников по умолчанию. На самом деле это просто упростит в дальнейшем постановку задач. И в этом проекте мы создаем новую задачу, в которой по умолчанию другой Владимир уже назначен участником. Мы его здесь, кстати, можем удалить, если задача приватная и не для его ушей. Но мы его оставим. И у Владимира появляется новый проект, в котором он видит соответствующую задачу. А если мы создадим проект, который не добавим другого Владимира ни по умолчанию, ни при постановке задачи, то он ничего и не увидит. Но можем ли мы знать на берегу, кто войдет в проект и в какой момент? То есть человек, например, вошел в активный проект, в котором работа кипит, в нем куча задач, но он видит белый лист. Как же он вольется? Достаточно просто. Мы можем вернуться к нашему проекту, выбрать редактировать и установить тут участника по умолчанию. Выбрать другого Владимира и поставить эту галочку. Подключить участника ко всем активным задачам. Все. Теперь у другого Владимира появятся все задачи, которые были в проекте до его появления в нем. И последнее, о чем хочется сказать, это о видимости проектов. То есть задачи не видны и кому не надо видеть, все равно ничего не поймет. Но иногда бывает, что лишним глазам не надо видеть и название проекта. Уж очень он секретный. В таком случае при заведении проекта нужно зайти в детали и поставить, например, вот эту галочку. Проект скрыт для сотрудников. В таком случае сотрудники не будут видеть даже название проекта. Кроме тех из них, кому это видеть надо. На этом с правами все. А подробнее о проектах и задачах мы поговорим в следующем видео. Кстати, Планфикс мне нравится еще и тем, что он предельно прост. Вот просто в трех скринкастах я расскажу, мне кажется, ну практически все. И нравится он не только мне. У нас на сайте есть статья о том, как фонд нужна помощь благодаря ему победил Хаус. Статья хорошая, почитайте. Ссылка в описании. Да и фонд хороший. Все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и любите друг друга.